Все заинтересованы в положительном исходе. Глава Сургута Вадим Шувалов встретился с дольщиками. На карандаше у чиновников пять компаний, среди которых крупнейшие застройщики города Северстрой и ДЭП. По разным причинам все они фактически лишились возможности вовремя исполнить взятые на себя обязательства по возведению жилых домов. Заложниками ситуации стали по меньшей мере 1300 покупателей квартир. Люди неоднократно писали обращения к властям города, региона и страны. Неделю назад на крик о помощи отреагировала губернатор Югры Наталья Комарова. На следующей неделе пройдет встреча руководителя автономного округа и дольщиков. А в ближайшее воскресенье согласованный митинг перед зданием администрации. В мэрии Сургута отмечают, что ведут работу с людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Пока таких семей 19. Мы максимально сейчас попытались их отработать. Это связано с тем, что вы поставили вопрос, который касается именно тех социальных проблем, тех напряжений, которые у вас сложились в результате той ситуации, когда строители не выполняют свои обязательства. На встрече с дольщиками чиновники сообщили, что 350 сургутских семей, заключивших договоры строительства с компаниями ДЭП и Северстрой, получат свои квартиры в этом году. Найдено решение по дому, который возводит новострой. Объект планируют сдать 15 июля. Кроме того, окружные власти подтвердили намерение открыть в Сургуте мультимедийный парк «Россия. Моя история». Он должен расположиться в жилом комплексе «Возрождение». Владельцем коммерческой недвижимости там является Северстрой. Кроме того, около 4000 квадратных метров здесь же выкупит и администрация Сургута. В новое помещение может переехать городской архив. Финансовые вливания, как ожидается, помогут застройщику получить необходимые оборотные средства. Подробнее о ситуации с дольщиками мы расскажем в ближайшие выходные в программе «Телевизионный обзор новостей» на канале Сургут 24. Видео будет доступно и на официальном сайте телерадиокомпании «Сургут интерновости» www.indefisnews.ru